Дорогие подписчики и сегодня мы с вами будем рисовать вот такой пейзажик с лавандовыми полями Ну а прежде чем мы приступим к просмотру, подписывайтесь на мой канал, чтобы в дальнейшем не пропускать новые видео Ну а пока вы можете поставить видео на пазу и наметить пейзажи карандашом Не используйте в работе мягкие карандаши, только твердые И ни в коем случае не давите на бумагу И стирать карандаш лучше всего не стирательной резинкой, а клячкой Так, ну а работу в цвете мы с вами начинаем с заднего плана, а именно с неба То есть работу мы будем вести сверху вниз Это у нас будет с вами теплый солнечный день Небо у нас будет чисто голубое И первым делом мы делаем с вами растяжку для неба Запомним, что небо у нас ближе к горизонту, оно светлее А чем выше, тем оно темнее Мы берем немножко синего и разбавляем его водичкой И лучше всего сразу область неба покрыть водой Так краска у вас будет лучше растекаться И в этом случае у вас лучше получится плавный переход Также запомните, что в акварели мы не используем ни в коем случае белила Если нам нужно высветлить цвет, мы просто в этот оттенок добавляем больше воды То есть ближе к горизонту мы добавляем в краску больше воды И тогда получится, что у нас небо вверху будет темнее, а внизу светлее Если вам вдруг кажется, что насыщенности не хватает, вы можете добавить еще немножко краски Но и лучше это делать, конечно, по-сырому, пока краска не высохла Опять же повторюсь, для того, чтобы у вас получился красивый плавный переход Далее мы спускаемся ниже Дальний правый холмик, который находится у нас на заднем плане Пока мы просто его зальем фиолетовым цветом То есть мы берем фиолетовый, добавляем водички Он даже должен быть полупрозрачный К этим холмикам мы вернемся чуть-чуть попозже, когда они подсохнут Пока мы просто заливаем их одним цветом И заливаем следующий холмик, который у нас находится левее Но здесь мы уже используем воды чуть поменьше Потому что он должен быть ближе к нам И, соответственно, он будет уже немножко темнее Следующий, третий холмик, который вот здесь правее и он еще ближе к нам Он у нас будет зеленый, там будет просто зеленая лужайка Мы берем зеленый и добавляем немножко желтого У нас должен получиться с вами теплый салатный оттенок Также у нас здесь слева будут стоять два домика И для основы дома я беру сначала просто кирпичный коричневый оттенок Если у вас его нет, то ничего страшного Если у вас его нет, то ничего страшного Тогда берите коричневый, немножко красного и желтый Этот оттенок цвета мы будем с вами использовать для, получается, части дома, которая у нас будет освещена солнцем А для теневого части мы в эти же цвета добавляем еще немножко синего и капельку фиолетового То есть у нас должен получиться холодный коричневый цвет И потом мы берем тот же кирпичный оттенок и добавляем только уже побольше Немножко синего и фиолетового И заливаем им крышу Далее мы спускаемся к деревьям Так как солнышко у нас получается будет паныть с правой стороны Соответственно, кустики будут освещены справа солнышком И туда мы добавляем в зеленый побольше желтого А в тень мы в зеленый добавляем синего Далее мы делаем также кустики, которые у нас находятся на заднем плане Так как они находятся дальше от нас, соответственно, они не будут уже такими яркими и насыщенными Поэтому мы в зеленый добавляем немножко побольше синего Так как они находятся на заднем плане Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... А для самого дальнего холмика мы используем практически только один синий оттенок и тоже делаем им кустики. Итак, пока у нас верхняя часть нашего пейзажика высыхает, мы спускаемся к полю, который у нас будет находиться на переднем плане. Лаванду садят такими полосами, между которыми есть дорожки. Вот и первым делом нам нужно наметить сначала эти дорожки. Для этого мы берем коричневый и немножко фиолетового. Мы намечаем несколько вот таких полос, поэтому края мы у них немножко размываем. То есть мы берем просто чистую кисточку и края сразу размываем после того, как мы положили цвет. Далее мы берем фиолетовый, разбавляем его как следует водичкой. У нас должен получиться такой светло-светло-фиолетовый. И мы просто пока заливаем всю плоскость, весь вот этот холмик, чтобы у нас не было никаких белых пятен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но также, когда акварелька высохнет, она станет еще немножко светлее. И нам, в принципе, весь пейзажик еще нужно ему и потом немножко уплотнять. Так, ну а пока у нас нижняя часть пейзажика сохнет, мы вернемся в верхнюю часть. И еще раз повторю, что солнышко у нас будет падать с правой стороны. Соответственно, даже и вот эти же сами же холмики, они будут темнее у нас получается с левой стороны и к низу. Поэтому мы берем немножко фиолетовый и делаем холмики, которые у нас находятся на заднем плане, немножко потемнее слева и внизу. И после того, как краска подсохла, мы намечаем участки, которые у нас будут в тени и на свету. Также каждый ряд с лавантой, он будет иметь объем. То есть на нем будут участки, которые будут находиться в тени и которые будут светлее, на свету. Ну и также от каждого ряда будет падать тень. Соответственно, дорожки между рядами мы тоже делаем еще темнее. То есть мы смешиваем коричневый и немножко фиолетовый. И кустики, которые находятся дальше от нас, мы фиолетовый добавляем немного синего, чтобы оттенок стал холоднее. А фиолетовый кое-где на свету мы наоборот добавляем немного розового. Ну и далее мы внимательно смотрим ролик и повторяем все действия за мной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и делаю такие маленькие крапинки но чем мы будем удаляться дальше тем в этот оттенок мы добавляем больше воды на переднем плане фактура будет более явная то на заднем плане она уже не будет такой явной удачи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И обязательно напишите в комментариях, как вам этот пейзажик. И также я буду очень вам благодарна, если вы расустраните это видео в своих соцсетях, поделитесь с ним друзьями. Ну а также подписывайтесь на мой инстаграм и вступайте в мою группу в контакте. Что ж, до новых видео. Всем пока-пока.